7 сентября в 2004 в разных городах страны прошли митинги нет террору. Мирная жизнь, которая в доли секунд может разбиться на тысячу тысяч болей и смертей, объединила Россию в скорби. В память о погибших в Беслане только на советскую площадь Саранска вышли около 40 тысяч человек. Совсем моя душа скорбит по такому поводу. Это слезы пробивают смотреть на этот ужас. И, конечно, дай бог, чтобы люди образумили, чтобы не было такого ужаса. Мы все присоединяемся к этому протесту, Господи, и слезы нас берут. И мы хотим, чтобы, конечно, на нашей земле был мир, чтобы люди были добрее. В тот же день в Кыривическом музее Саранска вспоминали поэта, прославившего свободу русского человека. 200-летию со дня рождения Александра Полежаева посвятили выставку в экспозиции «Личные вещи. Прижизненные портреты уроженца Мордовии» и его литературные издания. Вот тот самый вестник Европы, где наш земляк впервые опубликовал свои произведения. Среди экспонатов знаменитая картина «Николай I отправляет поэта в пехотный полк». Литография с акварельного рисунка Татьяны Бибиковой. «Судьба меня в младенчестве убила. Не знал я жизни 30 лет». Писал о себе Полежаев. Моменты жизни, в том числе и трагически, исследовал Иван Дмитриевич Воронин. Свою первую гиссертацию об Александре Ивановиче он защитил во время Великой Отечественной войны. Его работа – часть выставки. Он считал себя продолжателем дела Степана Эрзита, кому же говорила супруга Рима Каримова. В этот день, в 2007-м, скульптуры Владимира Филиппени вернулись в мастерскую в Саранске после многочисленных выставок в Москве. Шедевры из дерева, батик и картины художника есть в частных коллекциях за границей. Но родственники мастера мечтали, чтобы его работы стали достоянием республики. Он считал, что сама природа, она как художник, и он вместе с природой, вот он смотрел, как, вот обрабатывал это от коры, освобождал дерево, и у него очень такое воображение богатое было. Он что-то вот видел в этом и подсказывала ему сама природа, что сделала. 14 лет назад Александр Аносов попал на кастинг в Рузаевке. Точнее, выяснил, почему дикторами на железнодорожных вокзалах работают только женщины. У сильной половины человечества голос грубый, а микрофон доверяют тем, кто способен выговорить сложные слова с правильной интонацией, мягким и приятным голосом. Уважаемые пассажиры, со второго пути отправляется скорый поезд, будьте осторожны. Эти слова хотя бы раз в жизни слышал тот, кто ездил на железной дороге. Приятный женский голос, который знает, кажется, все о прибывающих и отправляющихся поездах, всегда остается невидим. Вырванный мост, разбитые стекла и море адреналина. В этот день, в 2013-м, в Большеберезняковском районе прошел третий этап чемпионата республики по трофи-рейдам. 150 по вертикали. Штурмовали бездорожье более 40 экипажей из Нижнего, Ульяновска, Пензы и Мордовии. Необычность гонки в том, что предстоит восхождение. Восхождение практически под углом 45-50 градусов даже. Здесь идет проверка лебедок, здесь идет проверка нервов участников. А эта уникальная находка попала страктористу в 2015 году в песчаном карьере поселка Смольный. Фрагмент рога оленя-ровесника-мамонта пролежал на глубине 15 метров несколько миллионов лет. Видите, это сам рог не сохранился, вот у него место, и даже где он вставляется в кусочек черепа, вот видите. Теперь это экспонат Музея природы Мордовского заповедника. Таким было 7 сентября разных лет. Алена Маскалева, Наш Новости.